друзья решила поделиться с вами одним рецептиком это пирог из тыквы сегодня приезжает лёшек я решила его кроме сырничка еще побаловать пирогом из тыквы сырнички скорее всего завтра на завтрак сделаем я уже их сделала манка набухает ничего страшного а вот вечером когда он приедет будем пить чай с этим тыквенным пирогом вы знаете что у меня в этом году очень хороший урожай тыквы но пару тыковок мне погрызла мышь и я вот ее потёрла сложила порционно в пакетике и в морозильный ларь самое сложное вы знаете это почистить тыкву а когда вот такая заготовочка уже готова это просто прелесть купите себе вот такую приблуду вот такую чистилку или как ее назвать я уже как-то вам показывала здесь одна сторона вот вот это делает морковку по-корейски такими длинненькими соломкой длинненькой а вторая сторона очень хорошо чистит кабачки морковку ту же самую тыкву кстати очень хорошая помощница стоит всего 100 рублей вот в общем давайте расскажу что здесь в этом рецепте ну делала все на глаз приблизительные пропорции расскажу значит три яйца здесь но у меня мелкие яйца были можно 2 яйца положить где-то 150 200 грамм сахара яйца с сахаром хорошо взбила в блендере чайная ложка соли пакетик ванильного сахара и где-то 150 миллилитров подсолнечного масла вот все это хорошо взбилось в блендере а и еще пол чайной ложки соли потом в эту массу взбитую взбитые яйца в общем все все что я рассказала добавляем грамм 400 потертой тыквы на терке ему мука на глаз не знаю но наверное грамм 300 здесь чтобы вот такая консистенция была вот вы видите я уложила пергаментную бумагу смазала ее подсолнечным маслом духовочка у меня разогревается на 200 градусов ух открыла хорошо уже разогрелась сейчас будем ставить сюда нашу наш пирог лишнюю бумагу я срезала чтобы удобнее было всего на 40 минут ставлю таймер 40 45 минут ну пока поставлю на 40 и все закрываем 180 200 градусов но сейчас у меня вот нас да надо до 200 минут 10 постоит на 200 градусов потом переключусь на 180 и выпекаем 40 минут друзья забыла вам сказать что еще в тесто я положила цедру одного лимона а сок этого лимона вот выдавила сейчас выливаю вот сюда в ковшечек свой добавлю 50 миллилитров водички у меня здесь уже приготовлено и грамм 100 сахара это все закипятим сейчас еще сахар я положу в общем 100 грамм сахара 100 150 там смотрите и вот посмотрите какой уже красивый здесь пирог нарисовался ну чё-то мне кажется у меня чё-то с часами не могу пять минут наверное часы накрылись уже больше прошло уже ли 10 минут только печется ну в общем зубочисткой проверю сырой не сырой потом останется просто достать пирог из духовки и вот этим нашим сиропчиком залить в общем включила я газ здесь есть вот такая коробочка из под шашлыка моя большая сахарница когда консервирую очень удобно прям на глаз но сейчас вот ложки где-то не знаю грамм 30 вот 3 ложечки сейчас добавлю растворится попробую на вкус пусть она немножко покипит ароматище лимона и потом прям горячий этот пирог достану из духовки можно зубочистками или шпажками его по протыкать по всей поверхности и горячим сиропом залить и пусть он полчасика постоит и это будет вкуснота неимоверная короче добавила еще пару ложек сахара ну чтобы он так вам сказать чтобы вот этот вкус кислоты рим у лимона и сахара бы в балансе с тремя ложками кисловатый наверное грамм 150 сработала сработали мои часики сейчас будем доставать пирог сейчас мы с вами проверим до зубочистка смотрите совершенно чисто это вообще ничего не цепляется да наверное 40 минут прошло все выключаю достаю короче зубочисткой это очень долгий процесс взяла вилку и вот так хорошенько его по протыкаю чтобы сиропчик наши залился ну вот в каждую дырочку нашего пирога и потом уже когда лёшек приедет когда он настоится как раз еще часа четыре до лёшиного приезда в общем поставлю в терраску пусть напитывается сиропчиком и потом вам покажу на разрезе что получилось все сироп готов выключаю газ просто бесподобный сейчас будем заливать перелила я вот в эту емкость фикс прайсе покупала это вот это я подчерточками сделала для себя фломастером короче здесь литр ну и отметки 100 миллилитров здесь носик удобный вот мы сейчас вот так вот прям горячим сиропчиком прольем весь наш пирог каждую дырочку пусть это все напитывается друзья я думаю что это будет вкусно потом конечно же вам расскажу вынесла пирог в терраску холод пусть напитывается вечером будем кушать а вот друзья хочу вам показать что я только что достала вот эту дорожку вот эту дорожку которая на кухне на диване стираю в машинке вообще ничего не боясь вот там маечка у него только только достала из машинки не руками в машинке и вот вешаю и ничего этим ниткам не делается изделию не делается не вытягивается ничего вообще очень хорошая пряжа при первой стирке она немножко подсела а потом вот висит сохнет никаких проблем со стиркой кстати друзья коль пошел разговор о пряже был недавно совершенно недавно вопрос лена уже по прошествии какого-то времени не наверно года два прошло расскажите как ведет себя пряжа турецкая камгарн это дешевая пряжа секционная там 20 процентов всего шерсти остальное акрил я вязала из этой пряжи вот это вот трансформер который как накидка с прорезями для рук вязала вот такой вот снуд обожаю снуд вот я очень часто ношу просто очень часто потом гетры где то есть надо их найти и налобную повязку налобную повязку вы даже вот вы можете проследить какие-то видео я в ней тоже очень очень часто снимаюсь посмотрите ни одного катыша друзья вот просто ни одного катыша я вообще удивлена обычно акрил ну как бы дает катыши вообще посмотрите вот показываю близко-близко ни одного катыша вот сейчас видно такие технологии очень очень научились хорошо делать вот даже вот такой казалось бы акрил она теплая это пряжа она очень приятная к телу тактильная для меня это вообще очень важный момент очень важный я не люблю колючую пряжу и чувствую в ней себя неуютно вот даже ну легкое покалывание может быть я еще выдержу но вообще конечно не люблю вот забыла как называется это изделие если найду видео оставлю ссылочку а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok и тогда получится больше этой пропиточки и будет еще вкуснее она дает такую неимоверную вот кислинку ну в общем это очень вкусно так что вот у нас такой сейчас будет завтрак импровизированный до обожаю я вот это освещение у нас опять дождь лёшек приехал копать огород сейчас я вам покажу что там происходит посмотрите что капает с крыш посмотрите что творится на асфальте в общем ливень все затянуто так что сегодня мы будем отдыхать наконец-то я сегодня мы пойдем копать наконец-то мы дождались то время когда уже в доме ничего не надо делать в доме порядок красота вот будем играть в нарды дали ушек а кстати сейчас покажу нарды эти нарды привезла я из египта очень приятно они стучат и очень они красивые так что вот будем вязать и потихонечку играть в нарды тетя маруся маруся ты кушала уже иди там у тебя смотри сколько корня к иди кушай сейчас еще вам покажу какой ливень у нас это из окна спальни а вообще вы знаете я люблю дождь я не знаю вам наверно не слышно шумит по крыше шумит вот здесь по подоконнику скоро в палисаднике наведется порядочек чтобы было глазу приятно плиточка вот эта вся уйдет застелится двор в общем будет красота все коты собрались кроме пузьки монет вода вон и пусть к сидит ногу подняла котов очень интересуют вот эти нарды они инструктированные как это как называется забыла лёж вот вот это вот такая блестяшка на дереве забыла как это называется вот вот такая красота у нас есть небольшие вот эти штучки по моему из косточки сделанные в общем сейчас будем резаться в нарды обожаю эту игру вот 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 так вот они вообще эта игра в нарды у нас выглядит таким образом если елена ивановна выигрывает она может играть сколько угодно не надо нас к когда проигрывает вот вспомни прошлый раз мы слышим я тебе в прошлый раз проиграла три раза и сказала все с тобой играть не интерес не хочу три раза у меня уже ноги руки затекли сидеть мы обычно сидим там вот в комнате на диване раскладываем его чтобы нам удобно было сидеть у меня уже руки-ноги затекли а он продолжение банкета требует ну понятно три раза выиграл да ладно лёшек вот вот такая у нас утренняя атмосфера лёшек заварил мне кофе уже много лет пью кофе без сахара а себе заварил чайок наверно а я много лет пью чай без заварки нет ты тоже кстати без сахара и нет ложечку ты клоню ложечку до ложечку с сахаром но без заварки друзья сделайте этот пирог просто очень рекомендую здесь тыква не чувствуется от слова совсем кстати ее тут много здесь 400 грамм тыквы вот говорила я тебе лёшек бери тыкву когда машины приезжал ну вот еще и что ну а ты две штучки взял и все они лежат у меня ну лежат а их надо побольше вот еще хочу чтобы побольше лежала нет еще цукаты сделаю из тыквы цукаты сделаешь возьму цукаты готовые возьмешь конечно да тыквы в этом году много уродила мы рады этому очень много рецептов всяких лёшек но укуси пирожок попробуй пусть заварится но ты же можешь укусить можно без него контент скажи свою оценку да я буду уже заканчивать видео я тебя вчера дал эту оценку в общем друзья кто сейчас завтракает кто кушает всем приятного аппетита внешний да с кислинкой да вкусный ну а мы продолжаем свою трапезу до сегодня день отдыха у нас